Визилотон сповильняет помутнение кришталика при катаракте. Искренне рад видеть вас, Ирина. Спасибо за приглашение. Всегда рад. И тот факт, что мы теперь это уже год больше делаем еженедельно. Просто я очень горжусь тем, что нам удается так регулярно доносить до людей информацию и поддерживать это общение, этот мост общения. Спасибо вам, спасибо всем зрителям и слушателям, которые продолжают слушать и возвращаться, и быть информированным. Все, что можно сделать, дать людям информацию, чтобы они лучше принимали свои решения. И делали, как я всегда говорю, правильные для себя выводы. Вам, Юрий, конечно же, более чем взаимная благодарность за вашу позицию, за ваши инсайды, за ваше мнение, оценку, информацию. Прямо там, где у нас не так близок доступ. Благодарим. И да, наших зрителей, конечно же, для вас всегда работаем. Мы очень рады, что вы вместе с нами. Раз уж о мосте мы упомянули, вы упомянули, мы и продолжим. Американская пресса просто пестрела всю эту неделю, конечно же, информацией, да, вся мировая о саммите НАТО, который проходил с 9 по 11 число в Вашингтоне. Юбилейный, 75-й мост. Мы услышали формулировку неуклонность нашего курса к участию полноценному в Североатлантическом альянсе. Мы можем ли мы говорить, что мы стали действительно победителем после тех решений, заявлений, которые мы услышали и политических, и практических, конечно же, и системы Патриот, и программы подготовки наших военных, и 43 миллиарда помощи на следующий год во избежание вдруг прихода Трампа, да, не приведи Господь к рулю Белого дома. Впрочем, мы услышали многое, даже больше, чем ожидали. Ожидания были у нас такие прохладненькие, скажем, не так, не то, что температура за бортом. Согласны ли вы, что мы победили от этого саммита НАТО, да и вообще НАТО сейчас не проиграло? Надо честно признать, Ирина, что единственный способ остановить войну, это вот просто взять и остановить, чтобы Украину приняли в НАТО. Но мы видим, что Запад к этому не готов, потому что есть риск того, что это не остановит войну, потому что, видимо, не все люди на Западе провели достаточно времени в России, чтобы понять, как бы, что такое потемкинские деревни, что такое понты, что такое гопники. Казалось бы, вот ЦРУ должно все это лучше понимать, но, видимо, считают, а может быть, у нас нет всей информации, которая есть у них. Но, тем не менее, Украина все еще не в НАТО. А с другой стороны, как бы цель НАТО становится это существование Украины, потому что оборонный союз лучше всего обороняться, это когда кто-то другой за тебя ведет эту битву. И Украина как раз сейчас за НАТО ведет эту битву, и, таким образом, это самая важная часть НАТО, даже не являясь НАТО на данный момент. Это, с одной стороны, это признание важности Украины для безопасности всего остального света. Это также признание того, что Путин продолжает строить свою коалицию, и он не сдается, он закупает снаряды, пушечное мясо, возможно. То есть, это становится цивилизационной борьбой, как называть это Третьей мировой, не называть, как бы неважно, потому что, когда в Украине солдаты от диктаторов со всего мира, то тут как-то уже начинается все, опять же, быть достаточно однозначным и понятным. С точки зрения НАТО мы сейчас стоим, с одной стороны, Путин и Украина, и Трамп, а с другой стороны, демократии и политики, которые могут всегда проиграть на выборах. И в этом смысле коалиция Путина растет, коалиция диктаторов. Не хочу даже преувеличивать его влияние тут самого, но тот факт, что мы видим, что есть и Орбан, и другие диктаторы, которых в какой-то момент избрали, что они вот Трамп, который хочет к ним присоединиться. Это все очень очевидно, и то, что хотели показать вот это выступление в НАТО, проецировало какую-то такую сверхъестественную силу, потому что это выглядело, как будто они были в храме. Вот такой ответ Путину, знаете, у него там свой кровавый храм, а вот здесь страны НАТО собрались в этом здании с колоннами, с флагами, выглядело почти религиозно, но не религиозно, потому что все-таки Запад, поэтому мы понимаем. Но желание показать это таким мощным, проецировать силу, было естественно для Путина, и он троллит обратно против Украины самым худшим образом, и то, что происходило во время и перед саммитом НАТО, конечно, разумно списывать на часть того, что обсуждалось в НАТО, то есть атака на детский госпиталь и так далее. Поэтому Украина, с одной стороны, победила, но она побеждает в НАТО, потому что она сейчас критически больной пациент. Украины нет, то значит они следующие, и они пытаются вот эту российскую эпидемию зла каким-то образом остановить, при этом не пострадав сами. Это вот так это выглядит. Это использование дальнобойного оружия по законным военным целям на территории страны-агрессора, по тем аэродромам, с которых взлетает авиация, взлетают тушки, которые несут смертоносные ракеты, которые бомбят детские аэродомы и онкологические центры. Но в то же время мы слышим The Telegraph говорит, что Британия говорит нет, Соединенные Штаты Америки говорят нет, Билд сообщает, что канцер генеральный Олаф Шольц, того вообще ни Тауруса, ни этого разрешения. Глава администрации президента Украины Андрей Ермак говорит, что именно это снятие ограничений могло бы быть геймченджером, этим популярным, но тут практическим словом, которое могло бы поменять ход войны. И сейчас мы видим, правда, в Пентагоне, что говорят ничто не вечно, и Сабрина Синк, спикер Пентагона, говорит, что возможно будут и изменения, но когда мы не понимаем время, тут не деньги, а цена наших человеческих жизней. Что же должно еще произойти и какие здесь могут быть причины, аргументы, мотивация, чтобы этот блок, практически последний со стороны наших западных союзников, которые есть членами странами Альянса, был снят перед лицом российской агрессии? Ну, во-первых, нужно взять кулак и проклять Джейка Салована, это как бы изначально, после этого можно разбираться, что же на самом деле происходит. Понимаете, тут два вопроса, Ирина. С одной стороны, есть вопрос оружия и где оно, почему оно не в тех количествах, а второй вопрос удары по России. Просто разбираться в них по порядку, у Запада большие проблемы, нет никаких вопросов о том, что у нас недостаточно оружия для собственных нужд, потому что мы не готовы были воевать со страной, которая готова скормить и уничтожить собственное население миллионами, если нужно. Хотя, казалось бы, была Вторая мировая война, могли бы выучить этот урок у Советского Союза тогда, но, видимо, что решили, что это было какое-то странное совпадение, что Россия и Советский Союз потеряли больше всего людей в этой кровавой войне. Это как-то так случайно получилось? Нет, конечно. Поэтому вот это понимание, что россиян нужно, видимо, долго-долго уничтожать, а нельзя просто быстро их испугать, это вот то понимание, с которым мы сейчас живем. И поэтому деньги, которые тратятся всеми странами на вооружение, возросли, кажется, на 50% за последний год. Кстати, эти разговоры о том, что нужно платить больше за НАТО, это всегда было просто отмазкой, как пойдите решите вопрос о границе. А решили, а мы нет, не то. Поэтому, когда вопрос идет о оружии, то это долгосрочная проблема, которую нужно решать. И когда в Украине говорят, например, что мы получили недостаточные F-16, дайте их больше и больше и больше. Извините, откуда? Есть самолеты, которые нужно передать, есть аэродромы, есть логистика, все то, о чем мы говорили, и это количество будет только возрастать, но требовать и возмущаться, и быть недовольными от того, что количество не совпадает с ожиданиями, ну, как-то просто говорит об инфантильности людей, которые, как сказать, не инфантильность. Это неправда, это невежливо, потому что люди в войне. Это говорит об отчаянности ситуации, об использовании этой отчаянности некоторыми людьми для того, чтобы развить эмоциональный какой-то надрыв, который на самом деле не имеет логической составляющей, потому что самолетов будет больше, пилотов будет больше, аэродромов будет больше, постепенно все это будет расти, но не тем тем, которые нам бы хотелось. Это вопрос оружия, и оно будет, его будет больше, опять же, если не будет Байдена, то вообще непонятно, что будет происходить, это отдельный разговор. Второй вопрос по поводу того, что бить по России, и мне кажется, что бить по России втихую уже разрешено. Я как бы не являюсь никаким образом, не имею доступа к секретной информации, но как-то видно, что Украина, в общем-то, делает, что хочет, и Россия делает, что хочет, и нет никакого изменения от того, что сейчас Украина делает то, что Украина считает нужным для победы в войне. И если это означает, то мы уже видим, что были удары по Казахстану и России. Да, может быть, это были там украинские снаряды, а может быть, не украинские. Ну, извините, нет официального подтверждения из Белого дома, и если это является тем договором, договорником, который можно, так сказать, создать, когда мы открытым текстом, мы как бы разрешаем Украине или закрываем глаза на то, что Украина делает с нашим оружием, и официально не даем им разрешения на это, вот таким образом мы можем избежать ощущения того, что мы повышаем эскалацию и каким-то образом замедлить этот процесс, вот как бы глаз за глаз, как будто тут столько вообще многоглазых пауков, что глаз на всех хватит. Но это другой разговор. Поэтому атаки по России, мне кажется, как бы это не та причина, по которой нужно быть недовольным Белым домом. Да, мы не то чтобы недовольны, да, и не только Белым домом. Хотелось бы, чтобы полетело по тем военным аэродромам. Я понимаю, что, возможно, тихо есть. И так, спасибо, дали разрешение бить на 100 километров, да, и это, конечно, и позволило остановить продвижение на Харьковском направлении. Мы недооцениваем и эти возможности, которые были открыты в связи с активизацией России на фронте в мае. Это тоже уже, конечно же, плюс. Просто это бы позволить... Ну, понимаете, я понимаю, как можно, когда у людей нет электричества много-много часов в течение дня, то о каком терпении можно здесь говорить? На это же и рассчитывает Путин, что он может довести украинца до такого... Поэтому, когда я вижу людей, которые начинают мне в комментариях кричать какие-то вот просто эмоции выражать, я понимаю, что это тяжелое эмоциональное состояние людей в тяжелой ситуации. И я просто как бы советую в каком-то смысле пойти на пляж. Я понимаю, что это как-то не всем возможно. У меня даже этот, я не знаю, если есть где-то пляж. Ну, просто как-то вот от... Я не знаю, природа. Пойти на природу каким-то образом. Потому что мы живем в таком тяжелом мире. У нас тут Трамп наступает. И если об этом все время думать, это страх. Это страшно. И поэтому нужно иногда как-то вот, я не знаю, пойти дерево обнять. Что-то такое найти в этом мире более постоянное, чем то, что вокруг нас меняется. Поэтому, когда люди недовольны, когда люди говорят про то, что Соединенные Штаты могли бы сделать так или могли бы сделать так. Ну, хорошо, Соединенным Штатам в этом смысле ни горячо, ни холодно от этого. Пожалуйста. Это не влияет на наши выборы. В общем-то, единственное, что если Украина скажет, что вот у Соединенных Штатов такие плохие партнеры, что мы теперь будем дружить с Китаем или с Россией, это, я думаю, не устроило бы Белый дом. Хотя, честно говоря, все то, что хочет Украина, устроит Белый дом, потому что это защита Украины. Если Украина считает, что там, я не знаю, любой мир в интересах Украины, то Белый дом это поддержит. Если Украина этого хочет, то Белый дом при Байдене будет это поддерживать. А удары дальше, я просто не вижу пресс-релисов. Я думаю, что вот удар на 100 километров, хоть один метр за международную границу Российской Федерации в этом смысле меняет все. После этого действительно уже нужно говорить о том, что не надо бить сейчас по Кремлю и по Москве. Ну да, а все остальное это уже фэр гейм, пожалуйста. Да, Байден и говорит, что по Кремлю и по Москве нецелесообразно, мы не собираемся, в принципе, оно нам и не надо. Но, кстати говоря, вот это продвигание, продвижение остальное в последнее время Путина переговорного процесса тоже, конечно же, налицо. И вот эти Орбаны, которые никак, я говорю, у него загранпаспорт забрать не могут, которые ездят везде и потом приезжают, правда не с Байденом, говорить нынешним президентом США с Трампом, что, конечно, неудивительно для Орбана, но удивительно для воспринятия миротворческой миссии, которую он хочет, сам ее инициировал, мандат никто не давал, но он так хочет ее продвигать, но она не имеет ничего общего с настоящим справедливым миром на украинских условиях, на условиях статута ООН, территориальной целостности и всего остального. Потому что уездит он, видимо, на трамповских, си-дзиньпиновских или путинских условиях, или своих же, собственных, но точно не украинских. А что вы видите, зачем, во-первых, Путину переговоры сейчас так срочно понадобились, потому что какие переговоры, они же только увеличивают, и количество атак на фронте, количество обстрелов, или все-таки чувствуют, что сдает, и тоже беспокоятся из-за результатов американских выборов в частности. И вот эти поездки Орбана к Трампу, зачем они, о чем они? Тут опять я вижу, что с одной стороны у нас есть Орбан, а с другой стороны есть возможность окончания. Потому что Орбан говорит о будущем этой оси зла. Куда эти ребята все метят, куда у них нос нацелен, в какую сторону. Говорит об их приоритетах. И то, что Орбан может встречаться с Трампом, приехать в НАТО, а после этого поехать встречаться с Трампом, это, с одной стороны, нехорошо. Я уверен, что, в принципе, от Орбана другого и не ожидают. Но если бы, скажем, это сделал Зеленский, то это выглядело бы, ой, рассматривалось бы очень отрицательно Белым домом. Потому что страна, которая считает себя союзником Соединенных Штатов, а вот смотрите, президент союзника едет и встречается. Ну, это как если бы Байден потом поехал и встретился с Путиным в Кремле после того, как он повидался с Зеленским. Но от Орбана никто ничего другого не ожидает. Это, так сказать, маленький фашист в этом стане фашистов. И он является таким прямым связным, что никакой Такер Карлсон уже не нужен. Когда есть Орбан, который может съездиться, поговорить с Китаем, поговорить с Россией, потом вернуть, поговорить с Соединенными Штатами. Тут они все поют как бы по одним нотам. И интересно даже то, насколько сейчас Трамп пытается снизить градус и как бы показать, что он не такой рьяный и опасный, как, возможно, он является. И тут уже говорят, что если вам говорит Трамп, то ему нужно верить. Потому что он сейчас пытается как бы наоборот понизить свою уровень видимой опасности. И Орбан в этом смысле, ну, как сказать, он легитимизирует Трампа. Смотрите, Трамп действительно лидер, с ним считаются. Когда, можно сказать, знаете, в мире в ужасе от того, что к власти может прийти Трамп, республиканцы могут сказать, смотрите, Трамп мировой лидер, к нему ездят люди на свидания, к нему, смотрите, ему уже вылизывают... А он даже не афид, значит, он настоящий лидер, потому что тот, кому вылизывают... Он и есть лидер. Байдену не вылизывают, значит, он либо слабый лидер, либо вообще не лидер, непонятно. А вот Трампу, если венгерский этот самый гуляш приехал, значит, его вылизывать, то тогда, значит, это повышает Трампа. Насколько Путин сейчас мнение по поводу перемирия, с точки зрения опасности Трампа, мне кажется, что... Вот смотрите, даже к последнему опросу. Байден все равно на 2%, кажется, опережает Трампа национально. Потому что люди понимают, что Трамп ужасен и Байден стар. И вот такая ситуация. Но Трамп сейчас наводит страх. У него сейчас момент, когда он еще не проиграл, и он еще даже не кандидат от Республиканской партии, он уже получает невероятную помощь от Верховного суда и от всей Республиканской партии, от законодателей. Он как бы нагнул две ветви власти, которые ему... Под его контролем. И он сейчас выглядит просто на коне. Демократы в панике. Демократы не знают, то ли у них будет один кандидат, то ли другой кандидат. А если не президент, то вообще непонятно кто. И в этот момент появляется Путин-Трамп, который говорит, что Украине сейчас было бы самое время сесть за стол переговоров. А тут, смотрите, еще даже более усиленные обстрелы. То есть как раз перед тем, как сесть за стол переговоров, нужно поднять градус агрессии. Правильно? Чтобы было больше мотивации заставить Украину сесть за стол переговоров. И когда приезжают люди в Украину, которые проталкивают здесь диктаторские планы Трампа, Heritage Foundation, они приезжают в Украину и пытаются убедить украинцев сесть за стол переговоров сейчас, это блеф. Это вот навести тот страх на людей, чтобы они сейчас сами все сделали своими руками, таким образом, ну даже сделав потенциальную работу потенциального Трампа еще проще. Поэтому я как-то вижу вот так вопрос о Трампе, Орбане и Путине в данной ситуации, особенно в контексте Украины. Ну, конечно, мы на это все не ведемся и понимаем информационные бросы и риски, которые в себе так называемые мирные инициативы на самом деле утаивают. Поэтому их работа будет осложнена, они как раз облегчены, как бы они не хотели. Пресс-конференцию президента США Байдена, состоявшуюся после саммита НАТО в Вашингтоне, просмотрели более 23 миллионов человек. Это больше, чем аудитория церемонии вручения премии «Оскар» в 2024 году. Об этом нам сообщает New York Times со ссылкой на данные американской исследовательской компании Нивс. Я подозреваю, что не только потому, что саммит был юбилейный, но и хотели увидеть, каков же он, как выглядит, как звучит, как говорит, как ошибается и справляется не только Байден после тех дебатов, которые произошли, между им и Трампом. И, согласно данным Нивсам, аудитория дебатов составляла примерно 45% из 51,3 миллиона смотревших дебаты. И вот как раз это 45% из тех 51 миллиона пришли посмотреть пресс-конференцию Байдена. Что вам показала эта пресс-конференция? Потому что, ну, конечно, да, мы услышали разные снова-таки оценки. Политико, например, говорит, что европейские чиновники и дипломаты поражены оговорками в выступлениях Байдена, когда он называл Зеленского Путиным и не только, и рассказывают, что они неприятно удивлены этими оговорками во время последних публичных выступлений. В то же время сообщает нам Ройтер, что публично лидеры европейских стран, например, кастер Германии Олаф Шольц, отмечают, что оговорки случаются у каждых. Если следить пристально за всеми политиками, то можно заметить достаточно ляпов. Что же нам показала эта пресс-конференция Байдена, Юрий? И не только вам, о тем, кто не смотрел вашему кругу общения. Знаете, да, ляпы – вещь, конечно, ужасная. Мне самому пришлось только что перезагрузить видео, которым я сделал в конце, зачитывая текст «Ужасный ляп». И к тому моменту, когда я проснулся и поймал, мне уже об этом рассказали несколько зрителей. Я в ужасе говорю, ну, к счастью, я не избираюсь президентом. Понимаете, конечно, люди больше смотрят сейчас дебаты, чем «Оскары». С одной стороны, опять же, электричество есть, а с другой стороны, важность этого события, ну, при всем уважении к кинематографу в Америке и всей мягкой силе Голливуда, выступление Байдена сейчас, на данный момент, намного важнее, имея более большие последствия для мира, чем любой, там, я не знаю, фильм «Гражданская война» или еще что угодно. Потому что это не фильм, это реальность. И в этой реальности мы видим выступление президента Соединенных Штатов перед толпой, а после этого какой-нибудь BBC пишет, я сегодня видел заголовок, что президент Байден выступил без больших ошибок. Чего? Это мы теперь, как бы, значит, на это теперь, это наша планка, и за ним следят все теперь с микроскопом, и это тяжело, потому что, когда ты следишь за своим кандидатом с микроскопом и нервничаешь, что он сейчас что-то скажет, ты думаешь, а нужно мне это? Может быть, не нужно смотреть? Потому что, когда интересны опросы населения, те, кто смотрел дебаты, в которых Байден себя плохо показал, в отличие от мнения людей, которые не смотрели дебаты, в которых Байден себя показал плохо, и да, те, кто смотрели дебаты, у них ухудшилось мнение, а те, кто не смотрели, ничего не изменилось, а ведь на самом деле ничего не изменилось. Трамп как был Трампом, так он и остался, Байден как был Байденом, так и остался, стареет, но мы все, так сказать, движемся в одном направлении, и Трамп тут, можно сказать, с одной стороны, ну, как-то вообще на другом поле находится, его давно уже надо медикаментами, в тюрьму, там у него просто такой список проблем, что, но мы как бы давно забыли про честь и совесть республиканской партии, это как-то мы в сторону отложили, это последние там похороны были, когда Трамп захотел устроить суд на Адлис Чейни и показать это по телевизору, да, как бы все понятно с республиканской партии, а вот от демократов там есть требования, и поэтому за Байденом сейчас следят с микроскопом, и удастся ли ему вылезти из-под этого микроскопа, еще до конца непонятно, хотя по политической науке он является самым главным кандидатом, и то, что сейчас происходит, называется паника, которая при этом не обязательно подтверждается фундаментальными базами, так сказать, того, что происходит. Не хочу углубляться в этот вопрос, поэтому вернусь к НАТО, который, мне кажется, здесь действительно важный, это большое событие, 75 лет организации противостояния России, ура, еще, так сказать, никого не завоевали, а наоборот, союз только растет. И это сильная сторона для Байдена, потому что, когда он выбрал этот момент, чтобы провести эту пресс-конференцию, это говорит о том, что он хочет говорить о внешней политике, он считает внешнюю политику своим коньком, он был сенатором, который занимался внешней политикой 50 лет, его взяли к Обаме вице-президентом, еще потому, что он разбирался и разбирается во внешней политике, а сенатор Обама был вообще в Сенате пару лет перед тем, как начал избираться, и что от него можно ожидать во внешней политике? О, Джо Байден ему поможет. Так что, это его сильный конь, он хочет, он это делал, и он, когда вопрос заходил на темы политики международных отношений, международной безопасности, Джо Байден просто блистал, все об этом говорят. Но при этом он назвал Зеленского Путиным, он назвал Камалу Харрис Дональдом Трампом, и это дало тем, кто хотел увидеть в этом то, что они хотели увидеть, достаточно, после этого люди говорят, он же сделал такие ляпы, почему он продолжает вести себя так хорошо в вопросах населения? Ну, потому что это, как бы, в какой-то смысле не связанные вещи, потому что его ляпы, это одно, и нам не хочется уже в каком-то смысле на него смотреть. Я думаю, что 23 миллиона людей, которые смотрели, не обязательно было 23 миллиона его сторонников, потому что сторонники как-то решили, мне кажется, что сейчас смотреть на Дональда, видите, любому можно, так сказать, тут просто вопрос ответственности, и сказать, что у Байдена сейчас большие проблемы, это ничего не сказать, он может под давлением согласиться не избираться, потому что у него достаточно эмпатии, он достаточно добрый человек, но я не думаю, что надо, это, возможно, еще одна ошибка русского мира, когда доброту воспринимают за слабость, а Байден не слаб, он отнюдь не слаб, но он очень добр, и вот тут как такой добрый, умный, сильный человек поведет себя в такой ситуации, предсказать нам, в общем-то, сложно, потому что мы уже стали привыкать к политикам типа Трампа, которые ведут себя с точки зрения эго, с точки зрения они являются главным, они развивают все самые ужасные инстинкты у людей, у избирателей, у общества, таких людей, в принципе, нужно изолировать, а это вот не то, что мы сейчас наблюдаем, в этом есть большая опасность. Но Байден сейчас ведет себя так, как человек, который уверен, что он будет кандидатом от демократической партии, что все остальное это просто детские глупости, что он не собирается уходить просто потому, что кому-то не понравилось, как он выступил в один вечер, и когда люди говорят, ах, его жена, ах, его сестра, я говорю, а у вас что, нет родственников? У вас нет никого в семье, у кого есть мнение по поводу, что вам нужно делать с вашей карьерой, что, ну, это ответственность, конечно же, президента, но, конечно, у него будут вокруг люди. И если есть разговор о том, есть ли влиятельный голос, то, конечно, это родственники, это само собой, но это не объяснение. Мне кажется, сейчас самым важным голосом является Нэнси Пелоси, потому что она является действующим членом Конгресса, но она не действующий спикер. Она сама, так сказать, отдала эту власть, сказала, что она не будет спикером, после этого Хаким Джеффри стал лидером демократов, и она теперь как бы, значит, сайон, она матриарх в этом смысле партии, и если, и поэтому, когда она говорит, что, значит, пусть Джо принимает решение, которое хочет, она таким образом говорит, что она поддерживает его решение, но она не настаивает на том, чтобы он был кандидатом от партии. И это вот тот компромисс, который мы сейчас наблюдаем. Насколько это сработает, насколько все это сейчас несколько дней покажет, но пресс-конференция была сделана именно для того, чтобы показать Байдена самой сильной его стороны, и мне кажется, это ему удалось. Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии ирландской прессе, я напомню, что он будет с визитом в Ирландию, в Великобритании, говорит, что действительно мы можем просто взять и забыть некоторые ошибки, он в этом уверен, и он так прокомментировал вопрос о том, что Трамп Байден назвал его, вот и я, видите, у всех бывает действительно о том, что Байден оговорился и приставил его Путиным, что сразу, в принципе, исправил, и вот Зеленский говорит, это ошибка. Вы знаете, мне это интересно, такой момент, потому что, когда слушаешь президента, такое ощущение, что у него проскоки, когда он говорит, он говорит одно, думает уже следующую мысль, а вот составляющие, пару слов у него не успевают, он их вставит, задумывается, и когда он говорит Зеленский, если добавить человек, который остановит Владимира Путина, то тогда, значит, как бы логически понимаешь, и то же самое, мне кажется, у него произошло с Камелой Харрис, когда он сказал, что Камелой Харрис, который остановит Дональда Трампа, но он проскочил Камелой Харрис, сказал Дональд Трамп, вице-президент. Возможно, это моя попытка оправдать человека, к которому я, в принципе, отношусь очень позитивно, но я хочу, чтобы люди понимали, что меня здесь не волнует Байден или не Байден, главное, чтобы не Хантер Байден, Хантер Байден абсолютно не готов, но если это будет Байден, или если это будет Харрис, или если это будет Нэнси Пелоси, или если это будет Консервная банка, у демократов нету культа Байдена. Вот эти все обвинения в том, что он байданутый и такое, этого нет по-английски, наоборот, проблема в том, что у Байдена нет своей такой большой толпы, ну, кроме населения, которое продолжает его поддерживать, потому что понимает, что вот эта вся белая эмоциональность, это просто, ну, это так себя белые люди ведут, они так, а, знаете, у нас что-то произошло, давайте, а, люди, они все понимают, что происходит, понимают, что это, им пытаются подбросить что-то вонючее, они не покупаются, поэтому население, база продолжает поддерживать Байдена, и даже, кстати, пропалестинские протестующие начинают возвращаться к Байдену, потому что понимают, я уже не говоря о том, что, возможно, наступило прекращение огня, и это опять заслуга, естественно, Байдена, потому что, учитывая, что Таньяху может оказаться без власти и в тюрьме, в худшем варианте, если он останавливает войну, то добиться этого это просто невероятно. Кстати, пару слов, насколько я понимаю, Натаньяху нужно добиться, если он хочет выступить в палате представителей перед обеими палатами Конгресса, как он, я уверен, мечтает, его пригласили в конце июля, к этому моменту должен быть какое-то прекращение огня, какой-то мир наступить, это тот компромисс, который, мне кажется, ему объяснили, и вот поэтому смотрим, если им удастся тут разобраться. Но, опять же, Байден, он немощный, кто его знает, он не может ничего, вот только, возможно, может, я не знаю, все на свете, единственное, что он не может сделать, несчастный Байден, он не может омолодиться, он может, инфляцию поборол, преступность падает, ну, не будем хвалить Байдена, просто скажем, что инфляция падает, преступность падает, переход через границу падает, экономика добавляет больше 200 тысяч новых рабочих мест, все прекрасно, за что тогда нужно бить Байдена, за то, что он не может отбиться, его возраст, осталось его только еще бить за то, что он белый, или мужчина, это республиканцам было бы абсолютно все равно, главное, что Дональд Трамп, он велик и прекрасен, кто бы, сколько бы его раз не признали преступником, что бы ни происходило, он Дональд Трамп, и вот в этом, мне кажется, большая разница между теми, кто поддерживает демократическую партию в Соединенных Штатах и республиканскую партию. Да, и как раз его, те, кто культ Дональда Трампа возводят, и не только непосредственные члены республиканской партии, но эти его сумасшедшие фанатки с большими глазами, которые, я уверена, просто на тысячу один процентов вряд ли что-то понимают в политике, не то, что мировое, а американское, но это выглядит, конечно, вот да, вот сразу демонстрирует уровень и картину. Между тем, серьезно. Вы знаете, Ирина, я жду, когда у нас сейчас, на наступающей неделе, будет съезд республиканцев у нас здесь, в Висконселе, в Милуоках, я туда пойду, посмотрю, хотя уже ставят фотографии о том, что, значит, пригнали автобусы, чтобы забрать депутатов республиканской партии, прямо из аэропорта отвезти их, чтобы они что, не встречались с местным населением, они теперь, как иностранные туристы, будут в Советском Союзе, их будут привозить и увозить, чтобы на них не глазели, и они не глазели, только через стекло смотреть. Это какая-то очень странная религия, там собирается, наблюдать, это вот они наконец, знаете, мы их в последний раз в каком-то смысле видели 6 января, когда все самые оголтелые трамписты собрались в одном месте, слетели со всей страны на вот такой съезд трампизма, мятеж, и вот сейчас у них будет следующая возможность так собраться, оглядеться вокруг, посмотреть, кто же на самом деле вокруг не съест, и либо возгордиться, либо ужаснуться, но в Милуоках будет много протестов, в Милуоках разворачивают гигантский украинский флаг в понедельник, где я надеюсь присутствовать в этот момент, в тот момент, так что украинская община Милуоков молодцы, и вообще сейчас в этом смысле демократический процесс развертывается, и надо показать республиканцам, что они не выражают мнение большинства. Как раз на следующей неделе обсудим настроение этого съезда, и не только. Американский историк Тимоти Снайдер говорит, что для тех, кто предлагает Байдену уйти в отставку, существует три теста на добросовестность. Первый, о котором мы уже упомянули, это признание того, что первый срок правления Байдена был отмечен выдающимися достижениями. Второй, это план действий демократов в случае ухода Байдена, чтобы выбрать кандидата и победить на выборах. И третье, признание того, что угроза смены режима это то, что может оправдать смену кандидата, угроза прихода Трампа. Насколько я понимаю, двое влиятельных демократов Джим Клайдберн и Кевин Ньюсом поддержали кандидатуру Байдена в президентских выборах. А вот те члены партии, которые могут высказаться против, пока колеблются по этому поводу. Юрий, в то же время сегодня я слышала мысль от Александра Краева, нашего эксперта-американиста, представителя организации «Украинская призма», что именно Кевин Ньюсом, такой, как он говорит, это Байден в молодости, который набирает популярность, который, несмотря на то, что не так давно прямо вышел в публичную плоскость, он имел бы все шансы стать таким неплохим, неплохой такой заменой на приход к власти. А вы что скажете? Американский комик Билл Марк сказал, что Гавина Ньюсом не то, чтобы он хотел быть президентом, просто у него телефон звонит каждый раз, когда президент Байден забывает какое-то слово. То есть, да, конечно, Гавин Ньюсом хочет быть президентом, он готов, он прекрасен, он именно того роста и того веса, который заявляет, он есть Трамп. Как бы Трамп заявляет, что он такого роста и такого веса, но на самом деле это Гавин Ньюсом. Ну, вот такая, значит, еще одни шутки из американской политики. Понимаете, если Байден, и это решение может принять только Джо Байден, если Джо Байден говорит, слушайте, я посмотрел на цифры, я поговорил с людьми, я опытный политик, и я понимаю, что для того, чтобы победить Трампа, нужен другой человек, и я ухожу, я не буду переизбираться. Если в такой фантастике, в такой фантастике, было бы хорошо, если бы он вначале сказал, я только что дал приказ уничтожить Трампа, и Трампа больше нету, и я ухожу в отставку, или не буду переизбираться, моя работа, задача выполнена, я спас Америку от Дональда Трампа. Почему бы нет? Что происходит тогда? Поскольку Верховный Суд сказал, что все можно, что ты делаешь, что хочешь, ты президент, гуляй. Вот, поэтому представим себе, что происходит после этого? Вначале демократы говорят, слушайте, у нас есть вице-президент, мы же здесь не культ какой-то, у нас институт, мы институционалисты, это означает, что следующий в очереди кто? Значит, вы следующий по очереди вице-президент, заходите, прошу. Но проблема в том, что если вынуть эту затычку под названием президент, то тогда начнется непонятно что, потому что, с одной стороны, на Камелу Харрис тут же выльют много грязи, докажут нам, что она намного хуже Байдена, что Байден еще был ничего по сравнению с Камелой Харрис, и мы уже видим, как республиканцы начинают атаковать Камелу Харрис за все, что могут. И это легко сделать, потому что за три года вице-президентства она мало чего сделала. И у нее иногда проблемы с коммуникациями, и сейчас легко говорить, что любой человек был бы менее, так сказать, ненавидим, чем Байден, но это просто так работает политика. Если мы сейчас не ненавидим Хиллари Клинтон, нам давно про нее ничего плохого не говорили, потому что она давно не избиралась. Если бы она избиралась, на нее бы тут же вылили всю старую грязь, мы бы вспомнили, какая она ужасная. Так что тут вопросы кандидата. Значит, Камелу Харрис, скажем, на нее вылили, она ужасна, она теряет. Мы говорим, слушайте, а может нужно праймари устроить? Давайте праймари, хорошо, тогда все, всех будем поливать грязью одновременно, но очень быстро. Есть опасности того, что появятся политики, которые до конца не исследованы, и мы узнаем о чем-то ужасном, о кандидате слишком поздно. Это выяснится, что это ужасно и было не так ужасно, но мы уже так отреагировали, а сейчас выборы уже прошли. То есть начинаются вот эти все вариации, которые могут произойти из-за того, что мало времени. Но есть желающие, потому что, опять же, у Трампа там, и это важно сравнивать с Трампом, потому что, чтобы понять, две партии. У республиканцев один Трамп, ну, максимум, может быть, еще Миланья или там другие члены семьи, или трамписты, там, Джей Ди Вэнс и другие политики, которые опаснее Трампа, они умнее Трампа. Но это все, что там есть. И пока Трамп не скажет, я ухожу, они, значит, не будут избираться, хотя он не президент. Если бы он был действующим политиком, то это было имело смысл, но он не действующий политик. Поэтому на его место все сидят тихо и ждут, надеются на то, что этот, ну, человек на пенсии, который, в принципе, должен просто уйти и играть в гольф, возьмет их в вице-президента. Это очень большой кризис для республиканской партии, потому что они свой социальный лифт таким образом уничтожают. А в это время демократы смотрят, говорят, ну, хорошо, 24-й год, Байден, 28-й год, не Байден, тогда будем разбираться. А сейчас все поддерживаем Байдена, потому что нужно победить Трампа, потому что если Байден, ну, в общем, это хорошо для всех, если Байден побеждает, потому что он не может после этого переизбираться. И я вижу, что есть Гавен Ньюсом, я вижу, что есть губернатор Мичигана Гретчен Уитмар, про которую говорят, что она, возможно, вы ее не знаете, но вы ее, возможно, видели, потому что она выглядит как все женщины, которые когда-либо играли американских президентов. Вот она, значит, вот такого типа типаж. То есть у нас есть Гавен Ньюсом, который, опять же, как сказал Билл Марр, единственный политик, который выглядит, как будто он мог сниматься в порнофильмах. И есть, значит, Гретчен Уитмар, который выглядит, как американский президент. Есть выбор, пожалуйста. Есть, если вы предпочитаете, так сказать, белого мужчину, но который выглядит, как ребенок, при этом говорит на, там, десяти языках и служил в Афганистане, то для вас есть Пит Буриджич. Пожалуйста, просто коллекция, выбирайте, кого хотите, но времени мало. И по правилам политики это все уже закончилось. Все эти разговоры впустую. Мы говорим о 28-м годе, что тоже важно, потому что интересно как бы зафиксировать этот момент и сравнить с тем, что будет через 4 года, когда, дай бог, поскольку Байден выиграет, у нас будут еще следующие выборы президента, где мы будем обсуждать вот такие, такого типа вопросы. А сейчас это, в общем-то, фантастика, и Байден своей, тем, что он так цепляется за кресло, показывает, что он способен бороться и что он боец и он будет отбиваться. Так что для него он все делает правильно. Но если он в какой-то момент решит, что он снимается, то это, то тут где-то 42%, насколько я понимаю, демократов, которые поддержат кого угодно, а вот после этого будет непонятность. И вот эта непонятность пугает людей. Опять же, если у вас президент и вы берете, и вы отказываетесь от этого преимущества, ну, у вас должна быть либо очень плохая ситуация, либо очень хороший кандидат. И вот сейчас демократы надеются, что все станет самоочевидно. А вот этой самоочевидности что-то не получается. Пока что самоочевидность то, что демократы некоторые будут стонать, а президент будет переизбираться. Вот это наша очевидность. Это не то, что хотели бы многие. Но это то, что мы имеем. Как бы сказал Дональд Рамсфелд, бывший министр обороны США, ты идешь в войну не с той армией, с которой хотел бы, а с той, которую имеешь. Поэтому вот такая у нас сейчас ситуация. И посмотрим, что по этому поводу решит делать Джо Байден. У него может язык иногда, так сказать, заплетаться, у него семья близкая, у него Джейк Саллован подкапывается. Но я доверяю, что Джо Байден человек с 50-летним стажем, который не торопится, не принимает слишком эмоциональные решения. И тот факт, как он это успешно, надо сказать, ведет войну с Россией, помогает Украине уже два с половиной года, говорит о том, насколько вдолгую этот человек думает, насколько он не ловится и не ломается на каждом сиюминутном кризисе. Это и есть 50 лет опыта в большой политике. Вот мне интересно, какое решение примет Джо Байден, потому что в данной ситуации он, мне кажется, самым уважительным человеком, который вызывает у меня самое большое уважение. И поэтому, как решит Джо Байден, я думаю, так мы и будем. Юрий, спасибо вам огромное за эти прекрасные и понятные комментарии касательно не совсем понятных перспектив, но будем за всем наблюдать и анализировать. Благодарю вас за позицию, настроение, оптимизм и за то, что вы у нас есть. До новых встреч и через неделю. Всегда рад, Ирина. Спасибо вам. Спасибо. Юрий Рашкин, общественный политический деятель из Соединенных Штатов Америки, а также депутат окружного собрания округа РОВ в штате Висконсин. Ирина Узлова была вместе с ним. Друзья, вам спасибо большое, что были вместе с нами, что выбираете еще больше информации на Рашкин репорт. Это YouTube Юрия. Подписывайтесь на него и можете найти описание прямо под этим видео. И на YouTube 24-го, конечно, тоже подпишитесь, пожалуйста. Чем вас больше, тем нам, во-первых, приятнее, во-вторых, это позволяет нашим беседам продвигаться просторами YouTube. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим. Продолжение следует...